Канобу.ру представляет Итоги года Лучшее РПГ Ушедший год пролетел сквозь ряды любителей РПГ, как ураган. Прошел как тяжелый шар через кегли и выбил страйк. Такого богатого на хорошие ролевые игры года, в принципе, не было давно. Но чтобы вот так, с возвращением сразу пяти великанов, это вообще фантастика. В 2011 году к нам вернулся Геральт. Седовласый ведьмак выглядит лучше, чем в прошлый раз, но страдает все теми же болезнями. В совершенно неожиданных местах начинает хромать, падает на ровном месте и без причин сжигает видеокарты, особенно щедрых игроков. Сюжет, образы персонажей, ролевая система – все это вышло на абсолютно новый уровень, суля ведьмаку светлое будущее в объятиях широких масс. Но что-то пошло не так, и до приставок эта РПГ так и не добралась. Хотя изо всех сил притворялась детищем консольного поколения. Поэтому, как ни прискорбно, для значительной части человечества этой игры до сих пор не существует. Так что Барак Обама, скорее всего, так и не смог по достоинству оценить щедрый подарок премьер-министра Польши. Второй красавец этого года – Скайрим. Возвращение великого сериала Elder Scrolls ждали тысячи людей и в конечном счете получили ровно то, на что рассчитывали. Огромный, открытый для путешествий мир, бездонная внутренняя мифология и возможность получить удовольствие от игры вообще ничего не делая. Главный герой здесь – именно мир, а не аватар пользователя. И разработчики сделали упор на то, что каждый сможет соорудить свой собственный эпос. Тем более, что все детали под рукой. Охотьтесь и шейте одежду из шкур муфлонов. Залезайте в недра и сделайте карьеру в горнодобывающей промышленности. Мародерствуйте. Изучайте древние руины и историю империи. Просто читайте книги. Развлекайте себя сами. Никто вас не ограничивает. За темными очками Адама Дженсона скрывается самая главная правда. Human Revolution настолько похожа на оригинальный Deus Ex, что иногда грань между цитированием и заимствованием полностью размывается. Узнаваемость – один из самых главных козырей третьей части. Здесь похожие сюжетные повороты, местами симметричные с исходной игрой образы и море прямых отсылок к классике 2000 года. В частностях, авторы Human Revolution упростили игру для охвата наиболее широкой аудитории. Но в целом остались верны принципам Воррена Спектора. Вариативность прохождения порой поражает. Для решения одной и той же задачи всегда есть несколько возможностей. И наибольшее поощрение получает тот, кто не струсил пойти тернистым путем. Кстати, и подругу Адама, пилота Малик, можно спасти. Вторая часть приключенческой игры про драконов и их убийц оказалась не совсем такой, как ее представляли себе фанаты. BioWare упразднили несколько моментов, вызвав бурю негодования среди любителей усложнить себе жизнь. Но это не главное. Важно, что игра получилась какой-то картонной, искусственной. Понятно, что даже самое проработанное пространство можно уличить в поддельности. Но когда главный герой бегает будто бы среди театральных декораций, это уже совсем другой уровень неискренности. При этом Dragon Age 2, будучи верной заветам оригинала, как была, так и остается одной из лучших ролевых игр, в которых моральный выбор решает больше, чем цифры в таблице навыков. И это правильно. Всем поклонникам японских RPG известно имя Тецуи Такахаши, создателя знаменитых Xino Gears и Xino Sagi. Последняя его работа, Xenoblade Chronicles, многими расценивается как одна из лучших игр для Nintendo Wii. Представьте себе, мир, расположенный на телах двух гигантов, которые застыли в бесконечной схватке. Чтобы подняться по лестнице сюжета от правой пятки одного из них к макушке другого, потребуется много десятков часов. Но при этом нет удачно проторенных дорожек, тянущих нас вверх. Земля и ее обитатели кажутся живыми и самобытными. Бросишь невзначай неудачную реплику и испортишь отношения с напарником или оскорбишь случайного прохожего. Несмотря на устаревшие технологии, авторы создали бесшовный мир с динамической сменой дня и ночи, дающие поразительные ощущения простора и отсутствия каких-либо границ в принципе. Впечатляет и количество побочных заданий, около полутысячи. Xenoblade — это действительно хроники вашего личного путешествия, увлекательного и неповторимого. Skyrim — это парадокс. В современном мире такой игре вообще не место. Она работает по давно забытым принципам, которые стопроцентно отталкивают нынешнюю аудиторию от любого другого проекта. Но только не в этом случае. В эпоху, когда публика привыкла к ролевым играм на 2-3 вечера, Skyrim бьет по голове сотнями часов прохождения. Когда пользователи ждут, что их аккуратно поведут за руку по виртуальному миру, Skyrim бросает в неизвестность и дает хорошего пинка под зад. Когда игроки ждут полуавтоматического прохождения с использованием Quick Time Events, Skyrim заставляет варить зелья, добывать руду, собственноручно ковать доспехи, искать новые способы охоты на драконов и засасывает в омут безумных приключений, которые пользователь волен придумать сам. В природе не существует ни одной уважительной причины для того, чтобы проигнорировать выход столь великолепной игры. Невероятно парадоксальное чудо, которое случается раз, наверное, в пять тысяч лет.